Воскресенье 7 февраля, по-игрейскому 28 шварт, для нас всех самый нехороший, самый печальный, ужасный день в нашей жизни. Сегодня, к нашему великому сожалению, нам придется попрощаться с очень и очень неординарной женщиной, женщиной, которая была Эшитхай, Худрахмакадабоша, Тетлюба, Бабмаран Мазарту, сколько бы мы сегодня вас не утешали, нам ее, к сожалению, уже не вернуть. Вчера в 5 часов утра в субботу она вернула свою чистую, незапятную душу Богу, нам ее будет очень и очень сильно не хватать. Мы хотим выразить глубокое соболезновение семье Мушеевых, Абрамовых, всем родным и близким. Единственное то, что нас утешает, что Тетлюба ушла от вас довольной, вы сделали все, что могли, чтобы продлить ее годы жизни, вы были рядом с ней до последних секунд ее жизни, а пока она больше Тетлюбу, нам ее будет сильно-сильно не хватать. От имени семьи Абрамовых и Мушеевых, всем большое спасибо, кто сегодня пришел, и еще люди приходят. Когда умирает человек, у умершего глаза закрываются, а у его родных глаза открываются посмотреть, кто пришел нас поддержать, когда нам было трудно и тяжело. Тетлюба, она родилась в городе Самарканде 20 ноября 1933 году. Это было время, когда люди умирали с голоду, когда люди драли, чтобы взять хлеб. Но она родила в семье уважаемых богатых людей. Ее папу звали Мулеу Хаим Мушеев. Он был купец первой гильдии, а мамой была Апамазоль Якубова. Она была племянницей Мулеу Авроми Калам. Авроми Калам у него был брат, которого звали Яков. Она была дочерью Якова, племянница Авроми Калам. Это значит, мама Тетлюбы. Ее мама Апамазоль родила много детей, но раньше медицина была очень слабой, условия жизни были очень тяжелыми. Она родила много детей, но осталось семеро детей. Мы не знаем, трое умерли, четверо, двое. Семеро детей она была по счету шестым ребенком. У них было три сына и четыре дочери. Мы выражаем глубокое соболезнение нашей дорогой Тетлине и нашу уважаемую Акабентьону. Они остались двое у своих родителей. Тетлюба, она закончила предучилище, и она была учительницей начальных классов 25 лет. Может быть, даже и больше. Она учила маленьких детей с первого класса по третьим, начальные классы. У нас с вами было много учителей, но мы никогда первого учителя или учительницу не забудем. Я свою учительницу хорошо помню, Татьяна Михайловна. Рахмакова Божья Тетлюба, кроме того, что она своих детей правильно воспитала, она воспитала тысячи и тысячи много остальных детей. Тетлюба вышла замуж, когда ей было 21 год. Это было в 1954 году за очень порядочного, благородного, скромного человека, ныне покойного Романа Ариевича Абрамова. Благо Роман был старше ее на 7 лет. Он родился в 1926 году, но ушел из жизни в молодом мудрости. Он скончался в 79 году, ему было 53 года. Она и все дети родные очень тяжело перенесли его смерть. От этого удачного брака у них 5 замечательных дочерей. Я иногда вижу, что дочки делают больше, чем 10 сыновей. Давайте я сначала скажу имена дочерей. Самая старшая дочь госпожа Жанна, дочь Рита, Берта, Неля, Ира. Пятеро прекрасных домоток, которые могут заменить любых сыновей. Дорогой Данилюша, особенно вам миллиард раз спасибо. Не потому, что вы, двоюродный племянник ее мужа, вы так за ней ухаживали, потому что вы сами такой порядочный человек. Моша, дадилюша, Моша, госпожа Жанна и все остальные.